Вообще-то, окей, когда-то, давно это было, перед Йом-Кипуром, мы начали читать Нику Йона, и было решено, что мы ее читаем неспешно и внимательно, а не как гафтору молитвы Минха Йом-Кипура. И прочли первые девять, по-моему, стихов первой главы, и, значит, кому интересно, что было на том уроке, там в приглашении на этот урок есть ссылка на ту историю, на ту лекцию. Значит, краткое содержание того, что было в прошлый раз, что я считаю важно подчеркнуть, что книга Йоны, она составлена она вот книга с четким сюжетом, их немного в Танахе, там четкий сюжет от начала до конца. есть. При этом, вообще, если кому-то там хочется чисто литературовечески изучать, как выглядит древний рассказ еврейский, то я советую именно книгу Йона как образец брать, потому что другого хорошего образца у нас толком. Но книга Эстер есть, есть книга Эстер, книга Йона, книга Руд. Книга Руд еще древнее, по всей видимости, древнее. Тоже книга с четким сюжетом. Я хочу заметить одну вещь, что вот я не знаю, кому такие вот замечания нужны, но мне кажется важным. Мастерство рассказа, литературное мастерство рассказа, и в книге Руд, и в книге Йона. Оно очень хорошо видно. И это очень важная, по-моему, такая вещь. Именно мастерство. Вот мы как бы священные книги смотреть глазами литературоведа. Это не очень принятая вещь, но я советую, хотя такие работы есть, конечно, довольно много, но вот смотри глазами литературоведа на композицию, ну вот на все, что положено. Книга Йона заслуживает такого внимательного, пристального изучения, просто потому что тогда мы начинаем вдруг понимать какие-то идеи. Выяснилось, что ежели мы не понимаем какие-то идеи, ежели мы не внимательно на это глядим, мы не чувствуем, что происходит в ней. Дело в том, что я в прошлый раз внимательно довольно указывал, считал нужным подчеркнуть. В книге Йона, в книге Йоны, в первой главе, как говорил Йон, значит, Всевышний посылает Йон в город Ниневи, сказать, что его зло поднял спереди. Йона вместо этого бежит, пытается сбежать в торшище. В этом рассказе до конца второй главы, на самом деле до четвертой главы, но в первых двух главах нет ни слова о мотивах Йоны. Почему он бежит? Что он хочет? Зачем он бежит? А в этом ни слова нет. Вот это молчание заставляет подумать. Вот на чем. Мы знаем, я предлагал всем предварительно прочесть, благо книга короткая, это глава. Тогда эти две главы, они как бы говорят, что не существенны мотивы Йона, а существенно что-то другое. И это существенное что-то другое. Первое, что хочется сказать, первая мысль, которая возникает, что тема этой главы – это то, что у Всевышнего есть способ заставить человека делать то, что от него хотят. Есть свои, действует он при этом через послание. Я при этом подчеркивал еще одну вещь, которую я считаю важным здесь заметить. Я упоминал третью книгу, это книга Эстер. В книге Эстер важнейшая мысль, которая проведена в книге Эстер и которая не произнесена ни разу, не положена на бумагу, что Всевышний может управлять миром тайно, скрыто, как бы напрямую не вмешиваясь в события. Мы, читая книгу Эстер, понимаем, что «в ту ночь не спалось царю» означает «в ту ночь Всевышний прогнал сон царя». И, например, Септуагинта, когда переводит это место, у нее не выдерживает нервы, и она прямо пишет именно эту фразу «в ту ночь Бог прогнал сон царя». Переводчика не хватило сохранить оригинал. А оригинал как раз пытается сказать, что Всевышний ввешивается в мир тайно. И при этом это в книге Эстер не говорится. Если кому-то интересна более древняя такая же тема о том, как Слово Всевышнего исполняется, это история Йосеф и Египет. Йосеф попадает в Египет, чтобы привести Яхова в чужую землю, род Яхова, народ Израиля в чужую землю. В рамках пророчества «Пришельцы будут твои потомки, в земле не их». А рассказ о Йосефе, среди прочего, это рассказ о том, как это пророчество было притворено в жизнь. И вот это по поводу еврейской мысли и о том, как она выглядит, и как она оформлена, что, как вы помните, там центральный механизм состоит в том, что Йосеф так достал своих братьев, что они предпочли от него избавиться. И это способствует исполнению пророчества. Но обратите внимание, что там как бы нет указания на прямое вмешательство Всевышнего. Там вот эта идея рассказа о Йосефе, она та же идея, что в книге Эстер. Точнее, в книге Эстер та же идея, что в рассказе о Йосефе. В книге Йоне все ровно наоборот. В книге Йоне все время подчеркивается старательно, что у Всевышнего есть посланники. В четвертом стихе, значит, Йоне решил бежать от Всевышнего Мелепнэй Гошэн. От лика Всевышнего. И далее четвертый стих. Гошэн Гетиль бросил бурю рог гдола в великую, ну, дословно, великий ветер на море. Далее в главе второй Гошэн Ваиман и пригласил, призвал Гошэн огромную рыбину, чтобы проглотить Йону. И в четвертой главе и пригласил Гошэн Бог, Бог Гошэн Кикайон, клещевину. Пусть крещевину, чтобы он защитил его в тени. Далее в следующем стихе. «И призвал Гошэн Кирвя утром. И призвал Гошэн востоке знойный ветер». То есть там вот эти механизмы, какими Всевышний управляет мир, там упорно, там ничего не происходит без слова Гошэна. Вот книги Йоны. В этом смысле книга Йоны является четким, именно в этом смысле, противопоставлением книги Эстера. Не в том смысле, что автор собирался, тот или иной автор. Нет. Они просто вот описывают чуть-чуть разные стороны мира. То есть как бы в книге Йоны ничего не происходит само по себе. Всегда за событиями стоит Всевышний. В книге Эстер все как бы происходит само по себе. Но вот это, что… Нет, в реальности все происходит само по себе. А мы должны догадаться, что за этим стоит кукловод. В книге Йоны такой работы нам не предлагается, а ровно обратная говорится, что за всем стоит кукловод. Вот мы прямо это говорим. Она в этом смысле открытый текст. Вот это то, что было в прошлый раз. Значит, теперь. Йона, когда его спрашивает уже на корабле, когда капитан спускается и говорит, кто-то такой, и не из-за тебя ли это беда, как бы, Йона отвечает, иври анохи. Вот это действительно, на самом деле, вот это иври анохи, я еврей, в девятом стихе, в прошлый раз просто я на один из вопросов отвечал. Дело в том, что я хочу заметить следующее, что слово «еврии» в библейском «евриите», в библейском «евриите», оно «евреи» по отношению к себе не употребляет это слово. Это слово употребляют враги всегда. И в книге Шмуэли, и в книге царств «еврии», когда они говорят, ну, «евреев», да, то это всегда только враги употребляют этот термин. Что этот термин означает, это такой серьезный вопрос, потому что вообще дословно, ежели его переводить географически, то авраам га-еври, значит, авраам из, ну, иври именно, то тогда это авраам из Заречья. Если вам интересно, то вообще-то это авраам из Заречья. Но Заречья, земля Израиля не входит в Заречья. В Заречья входит район северней Арамеи. Он с той стороны, это Заречья, это за Ефратом. То есть в данном случае центр, откуда наименование слова «Заречья», наблюдатель находится в Вавилонии. И Зарекой для него это западнее Ефрата. Это вот для него. Ну, как, ну, извините, москвичи, вот, когда они слышат район Заречья, то все знают, где находится Заречья. Вопрос, с какой стороны реки мы смотрим? Что Зарекой? Кремль Зарекой или Заречья Зарекой? Они друг против друга с разных сторон, или Москва реки находятся. Так кто Зарекой? Кремль Зарекой или Заречья Зарекой? Понятно, да? То же самое. Значит, Заречья называется на самом деле, комментаторы довольно много, комментаторов, особенно современных и популярных, упорно пытаются понять, что Заречья находится за Иорданом. То есть, восточнее Иордана, это неправильно. Как мне кажется, на самом деле. Заречья, еще раз, кому интересно, описание третьей провинции Вавилонской империи, она называется Заречья вообще. Ой, Персидская империя, извините, я говорил. Персидская империя называется Заречья. Третья провинция, можете посмотреть по Геродоту. Это описание, он его есть. Но, тем не менее, евреи, которые ко временам Йона, уже много лет живут в Берет-Исрае, он должен называть себя либо по названию колено, Ашери или Зволуни, там, место, где он живет, оно указано в Киеве царств, это граница колен Зволуны и колен Ашера. Он должен называть себя либо по колену, или Ашери, или Зволуни, но я имею в виду именно по колене, когда мы говорим по названию по колену, либо Исраили, потому что он живет в Израильском царстве, в отличие от Иудейского царства, то есть либо он Исраили должен быть, ну, как угодно, но не евреи. Единственный случай, это вот здесь евреи себя называют евреи. Так они себя не называют. И в книге Эстер, в которой я уже упоминаю, все евреи себя называют упорно ягуди. Ягуди – это приписанные к провинции Иудея. Ну, если в персидской терминологии провинция Ягуд, значит, они называются по царству, откуда их изгнали, то есть от царства Иудея. Отсюда название ягуди в смысле евреи. Это вот оттуда идет. То есть это представитель Иудейского царства, как потомок выходцев из Иудейского царства, а не израильского. Здесь он называет себя евреи. По этому поводу есть теория. Она, мне кажется, неплохо обоснована, которая не исключает, что слово евреи является вариацией слова хапи. Хапиру – это бомж, бродяга, безземельный человек. Кстати, могли быть вполне богатыми людьми. Это бандиты, это бедуины. Вот они называются специальным словом – бродяги. Скажем, Египет несколько раз описывает налет вот таких вот бродяг безземельных на Египет, причем такой весьма удачный для бродяг, а не для Египта. То есть это могли они образовать, могли очень серьезные силы. Но как бы слово хапиру подразумевает безземли. Поэтому, ежели имеется в виду вот этот смысл слова, то тогда Йона говорит, что я изгнаный. У меня… Я лицо без гражданства. Апатрит. Если этот смысл в слове есть, но еще раз, это теории, которые здесь довольно трудно подтвердить, но еще раз, проблема действительно – евреи себя еврей не называют. Вот это все равно, что русский еврей себя жидом назвал. То есть он может, смеясь и выпивая, это сделать, но в серьезном разговоре он национальности все-таки обозначат как евреи, а не как жид. Но я имею в виду именно русские. И русский из России, а не из Литвы, не из Украины, не из Германии, где он называет себя Юды. Тот же жид, да, только на немецкий лад. Английский еврей называет себя Джю, да, тот же жид, только на английском произношении. В 19-м, в начале 20-го века еврея во Франции было принято называть Исраиль. И приличный человек, не употребляя слово «жю», а употребляя слово «исраиль». Ну, вот это хороший танк. Вот то, что здесь он употребляет это слово, оно здесь именно я останавливаюсь, потому что оно здесь нуждается в комментариях. Вообще-то, и оно действительно удивительно. Значит, но при этом он произносит, что я еврей, и евреи Анахи, Господа Бога, я боюсь, и который сотворил море и сушу. Эдгаям ваэдгайбэша. Вообще, тема моря в первой главе, она какая-то такая центральная, слово море в ней повторяется 11 раз на 16 стихов. И понятно, почему люди испугались. И вот 10 стих, и испугались люди великим страхом, и сказали ему, что же ты сделал, ибо узнали люди, что от лика Всевышнему он бежит, ибо он рассказал. Вот 10 стих, опять, характерный для библейского иврита. Проблема, которая была, я не знаю, вот такие отступления нужны кому-то. Кто-нибудь напишите мне. Значит, вот дело в том, что любой переводчика, у всех переводчиков, как бы европейская литература, литературная традиция считает, что однокоренные слова в одном предложении, два однокоренных слова, это ну-ну-ну. Так нельзя. Там, скажем, в русской литературе, кроме Гоголя, по-моему, никто в эти игры не играл. У Гоголя очень часто, у Гоголя очень любит ставить адекватные слова, и у него это здорово работает. Он умел это делать, у него это здорово работает. Но тот, кто любит Гоголя, может почитать и обнаружить, что он очень любит этот прием, он часто это делает. Но нормальные писатели и редакторы, благо я все-таки много там с редакторами работал. Редакторы не пропускают однокоренные слова, там, подчеркиваю, в одном абзаце два раза это, как можно одно и то же слово два раза в абзаце, немедленно исправить, в результате получаются какие-то довольно корявые фразы, чтобы избежать повторения слова «это». Но, с другой стороны, классный писатель не коряво умеет это делать, естественно. И переводчики, которые, особенно современные переводчики, которые переводят, у них серьезная проблема. Библейский любит лепить рядом однокоренные слова. Он просто любит. То есть для него нормально «выеруха нашим гирак дула». И испугались люди испугом великим. Там ниже будет фраза, которая «выера леона гирак дула». И поплохела йоне плохостью великой. Я вот специально дословно перевожу. Для библейского иврита это очень характерно. Вот эти однокоренные слова лепить рядом. Причем это явно прием. И обычно просто так слова не повторяются. Более того, регулярно, вот здесь это очень хорошо видно на сопоставлении стиха 9 и 10. В 9 стихе Йона говорит «Господа Бога небес, я яре». Вот «яре», боюсь. А в следующем «И испугались люди великим страхом». Понятно, что в 9 стихе Йона, когда говорит, что он боится Бога, он не имеет в виду тот самый страх, который люди испугались в 10 стихе. Это разный страх. В 10 стихе моряки испугались за себя и за Йону. Это страх. Это страх-страх. Йона, когда говорит «Бога, я боюсь», имеет в виду «почитаю». Как в таких случаях комментирует стандартный комментарий, правда он не всем известен почему-то. «Бойся, почитай отца и мать, бойся мать и отца». Так вот, «бойся обидеть». «Яра, бойся обидеть». Какой главный страх там, ребенка или подростка. Родители будут мной неудовлетворены. Ведь там нормальный ребенок, подросток, он больше боится, что родители будут им неудовлетворены, чем накажут. Нет, есть страх наказания, но страх неудовольствия отца. Отца или матери, который заставляет там подростков много чего вытворять, что бы им лучше бы не делали. Так вот, страх Йоны в 9 стихе и страх людей в 10 стихе – это разный страх. И еврит имеет синоним. У еврита, в еврите 10 стих лучше было бы «Вэйфахду анашин пахат годой». Для этого еврит имеет специальные слова. Тем не менее, он и книги Йоны это характерно. Причем, вот чтобы было ясно, в 16 стихе фраза будет повторена, в ее оборот. «Вэйру анашин гирак дула» в 16 стихе. И в 16 стихе будет «И устрашились люди страхом великим перед Господом». Это в 16 стихе. А в 10 стихе переводчики испугались люди страхом великим. На самом деле, я бы сказал, что в 10-м они испугались, а в 11-м убоялись Бога. То есть, это другое совершенно. Это разные вещи. Но, поверьте, это сделано совершенно сознательно. Это не от отсутствия, не от бедности словаря. Потому что слово «яра», вот для того, чтобы было понятно, в 5-м стихе то же самое слово. Слово «пахот» как бы этот текст не знает. Другое слово. А, замечу. В библейском еврите есть, по-моему, 5 синонимов слова «страх». Значит, он не знает, но в 5-м стихе, когда начинается буря, и испугались моряки, и закричали, и воскричали к своим, каждое «иш элогаб», и воскричали каждый, и воззвали каждый к своему Богу. Значит, и это тоже сознательно. Но обратим внимание, вот еврейский переводчик, которым я пользуюсь переводом, он, значит, Йона говорит, «евреи, я страшусь Господа». Десятый из них «и испугались люди страхом», шестнадцатый «и устрашились люди страхом». То есть, попытка единого перевода не предпринимается. И надо сказать, что устрашились люди страхом, литературно, по-русски, тоже сказать, я бы сказал, не литературно. Испытали люди страх великий тогда уж, ежели переводить так по-человечески, ну, что-нибудь в этом духе. И на самом деле все современные переводчики здесь, они пытаются как-то все-таки сделать текст гибче, как и предписано европейской литературной традицией. Единственное, по-моему, это еще, это не традиция двадцатого века, вот это вот требование, запрет, повторяю ее слов. Это традиция куда более древняя. И единственный, кажется, человек из переводчиков, который пытался соблюсти единство корней и пытаться все повторения сохранить в своем переводе, был, как это ни странно, Мартин Бубер. Мартин Бубер, значит, у него, он же предпринял перевод Танаха на немецкий язык. И начал он где-то в начале двадцатого века с Францем Розенцвайгом этот перевод. Франц Розенцвайг умер, но он и тогда уже, по-моему, был болен, как следует. Он был очень, у него был паралич прогрессирующий. И конец своей книги Франц Розенцвайг уже чуть ли не глазами диктовал просто, он уже говорить не мог. И секретарь просто с глаз записывал, там были таблицы, на какую бы он смотрит. Значит, они начали вдвоем с Францем Розенцвайгом этот перевод, кончил Мартин Бубер этот перевод уже после войны, когда немецкой общины толком уже не было. Да. Так вот, он чуть ли не единственный, кто пытался сохранить вот эту традицию, не традицию, а пытался сохранить повторение слов, утверждая, что некоторые вещи просто непонятны без этого. Но я хочу заметить, что вот этот библейский стиль с повторением, дело в том, что вот когда я упомянутый мной Гоголь, когда я говорю, что он там часто повторяет слова в одном предложении, обычно у него слегка ироничный оттенок получается здесь. В библейском иврите иронии здесь никогда нету, вот в этом повторении. Там другие эффекты возникают. Испугались люди, поймите, ирак, дула ведь не обязательно, для иврита можно меот сказать. В иврите есть слово для обозначения весьма приглаголев. И очень сильно испугался. В иврите есть слово меот. В иврите есть для этого слово. Тем не менее, библейский иврит предпочитает это. И слово «яра» пять раз на главу, как раз эта тема страха, она очень важная. При этом эта тема страха, вот что комментаторы хорошо видят. Давайте я продемонстрирую. Йона в девятом стихе говорит, что я боюсь Бога. Моряки в пятом стихе и в десятом стихе испытывают страх перед, в начале, перед стихией, и они взывают каждый к своему Богу, да, это в пятом стихе. А в десятом стихе, а в шестнадцатом стихе, да, в десятом стихе моряки испугались, что человек набрался, Йона набрался такого борзости, что стал спорить с создателем неба и земли, да. Да, и корабль, да это возмущение, как-то снялся, естественно, наш корабль такой с таким-то безобразием. И на нас это самое, но они испугались за себя, естественно. А в шестнадцатом стихе моряки испугались великим страхом Господа. То есть это возвращение к Йоне. То есть страх шестнадцатого стиха моряков – это страх Йона из девятого стиха. То есть это уже религиозный страх. Понятно, что это разный страх, но тем не менее. Значит, вот это особенность текста, которая… Причем, вот что важно, у моряков одно связано с другом. Дальше я покажу, как комментатор, а шестнадцатым стихом, что делают. Но для моряков… Для моряков… Вот сейчас я немножечко просто покажу, какие вещи про моряков. Значит, и сказал… И тут вот теперь дальше начинается гойская тема. Моряки… Понятно, что моряки не евреи. Более того, Медраж, когда говорит про моряков из семидесяти народов, он как бы… Этот корабль превращает вселенную. Там все человечество плывет. И один еврей. И вот это человечество корабля… Вот Медраж. Я, на самом деле, Медраж про 70 языков очень люблю. Он красивый именно, поэтически красивый. Потому что вот этот корабль Йоны, плывущий в торшиш на край света, превращается из простого корабля во вселенную, в Айкумену, в весь заселенный мир. Это действительно блестящий комментарий. Это вот как одним, вроде бы одной фразой выставлять глубину на текст. Это вот Медраж. Как раз вот Медраж именно для этого надо читать. Потому что они… Это очень наивно считать, что Медраж, сохраненные Медражи, до нас дошли наивные рассказы. Там наивности не на грош, обычно Медражи. Вот чего в них нет, так это наивности. Поэтому, когда такое говорят, то как бы корабль превращается во вселенную. Там все человечество вмещается на этот корабль. И вот теперь Равла Хобель, кормчий, сейчас кормила, кормчий, да? Соответственно, кобернет на современном Медрите. Кобернетика. Значит, кормчий корабля приходит и говорит, уже в лице всех Кобернетов, что же нам делать, чтобы море для нас застихло. Ибо море… Голех вэсуэр. Вот Голех вэ для иврита… Голех вэ, когда вы видите, идет и… То это Голех в данном случае вспомогательный глагол и повторяет, и говорит, что сейчас наступит. Как бы, ну вот детское высказывание, которое очень хорошо иллюстрирует. Аба, а не Голех лепон. Я сейчас упаду. Я иду упасть дословно. Значит, Голех вэсуэр – два варианта. Оно… Здесь два комментария к этому месту. Оно становилось все более бурным, или оно становилось все бурнее и бурнее. Значит, причем, замечу, то, что просят моряки, чтобы море утихло для них. Вот некоторый эгоизм моряков. Они как бы не просят, чтобы море утихло как таковое, а чтобы море утихло для нас. Медраж, вот по поводу медрашей, медраж как раз это замечает, вот эту особенность текста, и как бы сюда вставляет историю про то, что моряки поняли, что это буря на них принципиально, потому что они видели, что все вокруг корабли плывут по тихому, хорошему морю под приятным бризом. Ну, прямые паруса попутные. Ну, не может быть у всех кораблей попутный ветер, но было это при прямых-то парусах. И без скелевых кораблей тогдашнего времени они могли только под хорошим ветром идти именно в нужную сторону дующим. Тогда они умерли еще современные корабли, оснастка парусная еще не была придумана. Вот. Но они плывут все тихо-мирно, ну, на весу, давайте так скажем. Значит, они плывут тихо-мирно, а хатру тут есть же, что корабль у нас грибной, тут есть это самое упоминание об этом. Сейчас увидите. Значит, и говорят, остальные плывут мирно, а буря у нас отсюда. Почему они говорят, что буря кончилась для нас? Это такое, это простое. Медроша, который решает чистоязыковую проблему. Почему буря должна кончиться для нас, а не просто кончится буря? На самом деле понятно, что как раз книга чуть-чуть глубже и психологичней. Как бы эти люди просят, чтобы буря их освободила от страданий. Они как бы эгоистично смотрят на мир. Буря в море, когда я на корабле и страдаю в этой буре, понятно, что она для меня и мне назло. Но вот на любом счете понятно. Ну, кроме каких-нибудь героических стоиков. Значит, и они просят, чтобы у Йона, чтобы делать, чтобы от нас это пришли. И сказал им Йонаа «Сеуни, выгатилуни, эльга я. Подымите меня и бросьте меня в море. И замолчит море для вас». От вас. Для вас. Ибо я знаю, ибо знаю я, что вы шли хасара, да только за. Что для, вы шли, для, уф, нет такого предлога в русском языке. Значит, здесь подряд просто три приставки. Ли – это мне, мое. Бэ – это предлог инструментального падежа. То есть это буря – инструмент, который мне не способ. Буквально вот это имеется в виду, потому что такое построение предлога бешили, оно ясное, оно кристально ясное в иврите. Но как бы вот этот оттенок… Из-за меня, я бы сказал, что скорее не из-за меня, как вот в том тексте, которым я пользуюсь перевожу, а для ради меня. Из-за, вот, из-за ради меня, вот так вот, ежели такое можно сделать конструкцию в русском языке, то это из-за для ради меня. Вот такая конструкция стоит. Значит, когда Йона это произносит, причем, обратите внимание, из-за для ради меня эта великая буря над вами, для вас. То есть, как бы, избавьтесь меня, и мырь затихнет. Кстати, опять, что такое повторение иврите в библейском иврите? Йона произносит «Гатилуни, сыуни вагатилуни». Значит, подымите и бросьте. Вот про все объекты в рассказе книги Йона – рыбу, клещевину, червя и знойный ветер – употребляется глагол «Яман». Пригласил, позвал. Единственный раз употреблял другой глагол – это про вот эту бурю. Там Етиль бросил в Великое море, возложил. Так вот, по-моему, это уже не случайно. Йона просит его тоже бросить в море. Вот как Всевышний бросил, вот этот один бросок как бы убирает другой бросок. Вот здесь вот такая идея со всеми за этим. И что море тогда затихнет. Теперь, вот гойская тема во всей красе. В их труха на шыблых ашыблых гаебыша, а было их лукки и гаям голых в Суэр-Алыгэ. Значит, и выгребали люди, чтобы вернуться на сушу, и не могли, ибо море становилось все сильнее против них. Все больше бушевало против них. Вот так вот. Значит, ну, во-первых, вот когда я сказал, что судно грибное, вот вам глагол «грести» в этом стихе, да, 13 стихе, то есть судно-то грибное. Значит, ну, такие судно не могут не быть грибными на самом деле, которые идут так далеко, потому что, дожидаясь попутного ветра, вы там годами плыть будете. Значит, ну, значит, но выгрести не могли. Значит, то есть как бы тут что происходит? Моряки, кто им Йона? Йона им никто. Йона – пассажир, который заплатил за поместку. Теперь Йона говорит, что буря из-за меня, они в это верят. И испугались моряки, да? Испугались люди, точнее. Значит, и начали выгребать, говорят, бросьте. Казалось бы, бросьте. Они уже товарозабор побросали. Клин, утварь. В, значит, в... Тем не менее, выбросить вот этого чужого человека они не могут. Они достойные люди, они честные люди. Убивать людей, знаете, не обученные. И от того, что он просит, бросьте меня в море, была нужда. Они к этому не приучены, пытаются спасти. Значит, и дальше они сдаются в этой истории и вскричали Гошему и сказали, просим Гошем, аль-на-ну-ват. Пусть мы не пропадем за душу, жизнь на самом деле, это душа и тело одновременно, за жизнь этого человека, не возлагая на нас крови чистой, на ки, чистой в смысле физической, ибо ты, Гошем, как хотел, так и сделал. Вот ключевое место. Значит, и дальше следующий стих. И подняли Йону, и бросили его в море, и прекратил море свой, буйство свое. Вот это есть душа этой части рассказа. Моряки произносят ту фразу, ради которой, собственно, вот эта вся глава и написана. Ибо ты, Гошем, что хотел, то и сделал. То, чего Йона должен поменять. То, что без чего Йона не может. На самом деле, вот эта мораль, что вот моряки, простые ребята, то, что моряки, простые ребята, это как бы ровное место во все времена. Суеверные, простые ребята. Они понимают, что Хошем, Кашер Хафатста Асита, как ты возжелал, так ты и сделал. Мы, если такова твоя воля, а вот он, пророк, пусть беглый, но он говорит, что твоя такая воля, мы, как ты хочешь, так ты и сделал. Вот это то, ради чего все это есть. Моряки это понимают. Йона понимает совершенно другое в этой истории. Он понимает, что ему не удастся сбежать, что не получился номер, что ему не дают удрать торшиш, но он не собирается поступать так, как ему сказано. Здесь нет, и дальше следующая глава, вторая глава, там нет вот этой стороны, что Йона произносит Кашер Хафатста Асита. Он, Йона, в этот момент готов сбежать на дно морское, но не пойти в Неневе. Вот это такой важный момент. Ты можешь мне помешать добраться до торшища, но не можешь меня заставить дойти до Неневе. Не можешь заставить меня пойти и произносить Неневе, что ее зло поднялось перед Богом. Я не буду и все. Значит, и подняли его, и бросили в море. Теперь, закрывая тему моряков, вот моряки на самом деле в этом месте уходят со страниц книги и произносятся вот эта фраза 16, и испугались, и устрашились люди страхом великим перед Господом, перед Гошемом, и принесли жертву Гошем и дали обеты. Значит, вот как это оценивать, вот эту фразу, непонятно. Потому что количество комментариев к этому месту, оно достаточно прилично. Я могу, конечно, сочетать кучу всего, но совершенно не важно. Здесь, как это ни странно, есть две мнения. Два мнения. Есть два, как бы две линии комментариев. Некоторые утверждают, что эти моряки, они приняли иудаизм, приносили жертву и посещали храм. Но где они еще могли принести жертву Гошему? Нет, конечно, я понимаю морячков, они могли принести жертву, где хотят. Им-то что. А могли прийти в Иерусалим и принести жертву, и дали обеты. Дали обеты, ну, это тоже понятно. Во время опасности, знаете ли, там Талмуд говорит, что евреи – это те, кто в час опасности дают обеты по примеру нашего прадца Якова. Я напоминаю наш прадец Яков, когда он шел, ну, в общем-то, в изгнание, потому что попание его под благовидным предлогом из дома вышиб, то он произнес, как страшно это место, и ежели, и дальше он произносит, ежели ты дашь мне прокорм, жизнь и одежду, то я это место сделаю храмом, ну, и так далее, и буду отделять десятины. То есть вот эти обеты в случае при опасной дороге, они естественны. И, например, Талмуд считает, что это характерный признак евреев в опасной ситуации давать обеты. Ну, я бы сказал, что не только евреи, кто только не дает обеты в опасной ситуации, мыльки тоже, и тут они принесли жертву, надо думать, что они, когда спустились с корабла, принесли жертву. И отсюда комментарий, что гэм гид ягаду. Вот этот вопрос, гид ягаду – это всегда проблема, чтения этого места, потому что оно из книги Эстер идет, конечно же, мид ягадин, там два комментария. Некоторые приняли иудаизм, а большинство объевреились, как бы притворились, как юдафилы, я вспомнил слово. стали изображать любовь к евреям и какие-то еврейские штучки выделывают по жизни. То есть, они как бы стали, ну, тут, вы поймите, Талмуд, по крайней мере, в эпоху конца первого храма, второго храма, там же еврейство, оно было такими очень широкими кругами. То есть, коэны, левиты, израэлиты, непонятно, кто рядом с иудеями, вроде бы геры, вроде бы принявший иудаизм, кто-то вообще непонятный, который здесь крутится непрерывно, вот такими вот с волнами, сходящими кругами. Поэтому мид ягадин, это может быть околоеврейская публика, еще такое, может быть, понимание, причем это довольно серьезная публика. Тут надо понимать, что там последний ход обрезания и принятия иудаизма не всегда делали, но вот на грани этого последнего хода была регулярно. Нельзя сбрасывать с счетов количество людей. Поэтому, когда говорят мид ягадин, может быть, имеется в виду что-то вот такое. А может быть, действительно, мид гейру приняли иудаизм, стали иудеями. Ну, насколько моряки могут быть хорошими иудеями, вы же сами понимаете, что моряк это самый суеверный человек, на свете. Это статистам, что я сейчас сказал про моряков. Значит, второе мнение, оно проведено, как это ни странно, у Радака, рабе Давида Кимхи и рабе Абадья Сформа. Значит, раб Давид Кимхи и рабе Давид Кимхи, это его комментарий является основным книгой Дхиви вообще-то до нашего времени. И Радак крупнейший грамматик. Но у него есть комментарии, Ктори, у него точно есть комментарии, у него комментарии, по-моему, на весь данный момент. И этот комментарий иногда очень интересный. А Сформа это итальянский комментатор. И он иногда умоповрачительно хороший. Но, как положено итальянцу, он, например, знает не только еврейскую литературу. В отличие от Рабиа Мойши Файнштейна, который ни еврейских книг не читал, Рабиа Вадья Сформа знает хорошо еврейскую литературу. Он итальянский. Это итальянская община. Для него характерно знать. И он иногда просто потрясающе красивый. Только его надо тщательно читать. Значит, он короткий комментарий, из коротких комментаторов, но очень иногда интересный бывает. Очень уважаемый комментарий. Значит, они считают, что моряки после того, как спустились на берег, забыли все, не выполнили обеты. Ну, моряки, когда было опасно, дали обеты, пообещали, значит, принесли жертвы, которые здесь написаны, и в избыху, это как бы тот самый медр, мы принесем жертву. «Но опасность прошла, уф». Ну, 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 да. Значит, я хочу заметить, что на самом деле понятно, что оснований для того или иного понимания этого текста в тексте нет. моряки на этом сошлись со стороны книги, на этом закрывается тема моряков полностью на 16 стихе, и вместе с первой главой она кончается. Но комментарии, вот я хочу заметить, что если Радак, как бы, он поштанист, то сфорно он исключительно глубок часто бывает. И когда сфорно вдруг говорит, что они, нет, они не для видов, тут надо заметить, они не говорят, что моряки пытались обмануть Всевышнего, мы пообещаем тебе жертвы, ну, а там посмотрим. Нет, этого нет. Они просто забыли. Их страх перед Богом был неглубок. Он был. Ну, от сейчас и все. в чем глубина комментариев? В том, что у нас ведь два рассказа о Раскэнге. Вот это про моряков и про город Ниневи. И немножко про Ярбища. Три рассказа на самом деле. Так вот, здесь вопрос выглядит так. Является ли рассказ о моряках на корабле еще одним рассказом о Раскаянии? Если это еще один рассказ, первый рассказ о Раскаянии, второй будет рассказ про город Ниневи, то у нас там и там Гойн, не евреи. Там и там они признают Кашер Кашер Хафат Стасита, Ибо Ты Гашеб Как Хотел Так Истин А дальше у Медраша есть фразы. Читая третью главу, вы тысячи человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и скота множество. Вот как бы вот это великое множество людей приравнено только что к скоту. Это надо же заметить, что эти, что скоту. значит, это ехидство, но какая чува от скота и вот этих людей, которые правую руку от левой не отличают. То есть как бы чува города Геневи, она как бы ее, все ее значение, оно как бы принижается вначале именно вот этими фразами и рассказ про скот тоже, знаете ли, не добавляет достоверности к рассказу о раскаянии жителей Ниневи. И тогда рассказ о вот этом неглубоком обращении к Всевышнему моряков по Аваде и Сфорно он тогда ложится в один ряд с Ниневи. Тогда вот что он делает, когда он говорит, что это было на корабле, а как только спустились на сушу все забыли, он говорит некоторое важное. Даже такое, вот теперь один из важнейших уроков региона, и думаю, что ради чего она и существует. Даже вот такое раскаяние, цена которого завтра, на завтра после приближается к нулю, и так вот здесь описывает Рафа Владис и какое чувство возникает о городе Ниневи. Даже такое расстояние достаточно, чтобы пожалел, чтобы я, а я не ахус не пожалею, чтобы я не пожалел, сказать, все что. Тогда вот этот комментарий Раби Абадиас Форна, он действительно хорош, потому что вот такой вот ровно вот этот взгляд, он хорошо положил, хорошо ложится на рассказ о Ниневи. Понятно, что я не пытаюсь сказать, что обязательно именно так и надо понимать это место. Может быть, моряки действительно, это произвел мне впечатление, они принесли жертву Всевышнему, дали обеты, исполнили обеты, регулярно в храм ходили. Другой мидраж, который описывает, что моряки ежегодно, когда могли, приходили в храм, приносили жертвы, обет был приходить в храм, они это исполняли, одно другому не противоречит. Кстати, они могли не стать евреями, приносить жертвы, отгоев храм принимает жертвы благодарности и жертвы по обетам. Храм принимает от евреев такие жертвы, только это не деньгами, а жертвы жертвы. Поэтому может быть и там. Но вопрос вот вот это страх. Здесь улыбка нужна или это без улыбки все читать? Рассказ открыт в этой части. Мне и тот, и другой нравится. Я не хочу решать однозначно и говорить, у меня нет доказательства для однозначного понимания этого места. Да я и не хочу задуматься однозначного понимания, потому что как там по понедельникам и четвергам мне нравится одно, а по вторникам и средам другое из них. То есть зависит от текущих мыслей и состояния каждого человека и любой из пониманий может только украсить жизнь при этом. Ну, в соответствующее время, в соответствующее настроение. Вот. Ну, и вторая глава как бы начинается с мы закончили и пригласил Гошем огромную рыбину, огромную рыбу проглотить Йону и был Йона в чреве рыбьем три дня и три ночи. Значит, дальше идет вторая глава, которая отдельная загадка во всей книге Йоны, но главное, что мы знаем, что приключения Йоны на этом не кончились, приключения моряков на этом кончились, а приключения Йоны продолжаются. Теперь к нему приплыла рыбка из больших, именно даг. Но это уже в следующий раз, потому что время истекло. Вот где-то вот на этом мы кончили. Я хотел бы получить от вас в качестве финала отзывы, нужно ли меньше останавливаться на деталях и более, и без отступлений пытаться более строго вести весь этот урок или продолжать в том же духе? Мне тут все идеально в том же духе. Ну вот так. Да, мне тоже дико понравилось. Я, к сожалению, не все смог, но половину хотя бы я услышал из последнего урока. Мне лично дико понравилось. Мне кажется, у Мейра Яс, то, что называется, Ядховшит, у него полная свобода. По-моему, очень интересно оригинально слово глупое, но тем не менее много очень нового. Такое мое ощущение. Что же в слове оригинального глупого-то? Хорошая история? Ну знаете, артист оригинального жанра была такая история. Ну хорошо. Да, в русском языке слово оригинал отошло от первоначального значения. Оригинальный смысле, да, оригинал. Да, да. Ага, ладно. Ну хорошо. Ну и третье мнение, что все замечательно и хорошо. Ладно. Ну тогда до следующего. Окей, классно. Да, вы поняли, что мы начали новый курс, и у нас он будет совмещенный в первый день, вот въем хамиши в рви, у нас будут два занятия, соответственно, два часовых занятия, сначала по строению Торы продолжения, а второе по книгам и будем продолжать книгу Йоны. Еще добавлю, вот присутствующий здесь Андрей Варкин, он замечательную работу проделывал, еще, наверное, с людьми, которыми помогают, вот, с Еленой Колсановой, они те там темплейтные названия, которые я давал, всем записям строения устной Торы и дата, они переделывают в существенные названия, то есть теперь каждая запись имеет существенное название по теме, которая разбиралась, для тех, кто пропускает какие-то занятия или будет слушать на запись, пожалуйста, смотрите на этот плейлист, там все, что обозначено замечательно, совсем немного, огромное спасибо, ну вот, все, всем всего доброго, шаббат шалом, спасибо, шаббат шалом, шаббат шалом, Андрей, огромное спасибо за проведение, все, всем счастливо,